начинаем да значит детоксикация это наша сегодняшняя тема до встречи понятие такое с одной стороны очень простое да все понимают что детоксикация это очищение организма значит а что значит очищение вообще такое понятие да мы как бы единое целое что нам из себя выгребать каким-то образом значит давайте сразу расставим все точки над и то есть наш организм имеет определенный ресурс для самоочищения да а если мы с вами еще и ведем здоровый образ жизни то тут вообще будет все замечательно да мы хорошо пьем воду значит шлаки токсины растворяются замечательно мы с вами правильно питаемся большинство растительных продуктов до фрукты и овощи обладают растворимой клетчаткой замечательно все за собой тоже тянут то есть как бы здесь тоже у нас если хорошо работает кишечник все у нас замечательно очищается до здоровой почки все чудесненько фильтрует все замечательно выводят хорошо дышащие кожи да мы с вами там и в сауну ходим да и душ то принимаем кожи тоже все очищается да за сами легкими следим не курим да там дышим свежим воздухом сосновым бару все замечательно все хорошо да естественно все мы делаем очень хорошо очень правильно и организм как бы чувствовать себя замечательно но это как бы такая модель модель да и вот на основе этой модели как доктора говорят ребят какое какая детоксикация ничего не надо это уж крайний случай когда там какие-то отравления там какие тяжелые заболевания выложите стационар да и получаете инфузионную детоксикационную терапию а а вот то что вы этим занимаетесь ну бред да они отталкиваются от модели да что у нас все наши выводящие системы замечательно работают мы с вами живем вообще в замечательных условиях да пьем исключительно воду питаемся правильно двигаемся много все у нас замечательно да мы с вами реалисты мы с вами знаем что мы пьем что мы едим да как мы двигаемся и какой букет болезней висит на наших всех выводящих системах да у кого нет хронического пилонефрита никто никогда не скажет болезнь протекающие вяло но почки вовлекаются и соответственно функциях ослабевает правильно кто из нас не страдает гастритом каким-то колитом то 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 все какая дисфункция да мы это прекрасненько имеем да уж чем мы дышим даже останавливаться на эту тему не будем да значит мы все понимаем что своему организму в плане до так детоксикации надо помогать это неизбежно потому что если бы мы жили с вами как горцы кавказцы в горах до пасли бы там овечек пили бы сухой натуральное красное вино ни о чем бы не думали любовались бы природой все было бы замечательно ну и ладно да вот значит мы понимаем что мы живем в мегаполисе нравится нам не нравится кто хотел тут уехал кто не смог тот остался кто хотел тоже остался вот поэтому здесь мы должны понимать что детоксикация нам необходимо да значит теперь давайте вспомним сколько у нас в выводящей системе органов которые в этом участвуют до самый крупный орган это наш с вами кишечник толстый наш кишечник который берет на себя всю ту нагрузку которую мы называем едой кушать мы все любим редко кто себя в чем-то ограничивает а участвует что какие продукты мы едим то есть основная нагрузка у нас падает на кишечник и это у нас самый так сказать передний фронт по очищению да что когда у нас кишечник не справляется с этим куда у нас сбрасывается нагрузка на печень потому что мы все знаем что вся все что всосалось в кровь через стенки кишечника у нас с вами обезвреживает наша дорогая любимая печень орган очень ответственны очень благодарны и пока 10 процентов печеночной ткани жива наша с вами печень будет молчаливо терпеливо работать но там что-то где-то будет покалывать да ну где-то там скажет у вас печеночка что-то увеличилась до до поры до времени пока говорится перестанет работать значит тогда будет уже у нас там холестаз желчекаменная болезнь жировой гепатоз фиброз и прочие прочие вещи это уже потом до поры до времени печень пашет денные и ночные все что мы с вами поганенького съели все что поганенькая всосалась она бедолага с своей глюкуроновой системы глюкуронной кислоты над старается все это обезвредить и вывести через скал и что-то будет сбрасываться через шунты в кровь значит если печенка у нас не справляется да что ж тогда на что падает нагрузка до печень не справилась со своей детоксикационной функции куда пошло все в большой круг кровообращения до через нижние половины верхнюю половину все у нас сбросилась через сердце и разнеслось по всему организму вся эта дрянь сосалась но клетки тоже не глупые они начинают все это выдавливать в интерстициальное пространство то есть в межклеточное пространство из межклеточного пространства это все безобразие попадает в лимфатические сосуды что такое лимфатические сосуды это наша канализация всю дрянь собирает и есть коллекторы это лимфатические узлы да кто из нас не знает заболела горло опухли лимфоузлы мы ой 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 мы в панике да а и увеличились ним фузлы скажите им спасибо что они увеличились скажите им спасибо то есть они как истинные наши защитники взяли в себя эту инфекцию ее добросовестно держит то есть они не дают ей распространяться дальше то есть это у нас с вами третий фронт как когда не справилась печень третий фронт у нас лимфатическая система да вот если мы знаем что крови у нас там 3-4 литра до лимфа в нашем организме доходит порой до 12 литров а уж если лимфа застаивается сами понимаете какие объемы это тяжеленные вот эти наши плотные такие отеки кого на ногах да у кого там лицо отекает да то есть нет лимфа не полтора литра нет нет ее гораздо больше но поскольку туда все собирается когда другие органы не справляются да или нарушена микроциркуляция то естественно в лимфе оказывается больше чем нужно в норме и понятно там где застой там и будут эти плотные где застой лимфы там и будут эти плотные отеки и мы ведь помним что это не только то что мы видим снаружи да но у нас еще есть и внутренние органы которые тоже подключены к этой же системе канализации да и они также могут отекать но фигурально выражаясь да то есть них также может застаиваться лимфа а у нас огромная сеть лимфатических сосудов желудочно-кишечном тракте огромная сеть лимфатических сосудов вот этой первой бляшки солитарные фолликулы вот значит лимфатическая система да мы по проговорили об этом что у нас еще имеется очень важны почки совершенно верно то есть когда уже и лимфы не справляются у нас резко возрастает токсическая нагрузка так уровень содержания всевозможных токсинов в крови нашу всю кровь с большого круга к выращения фильтрует почки почки мощнейший фильтр мы об этом не забываем да вот и падает нагрузка у нас вся на почки опять же когда в норме значит соответствующее качество мочи получается да по запаху по виду по консистенции мы говорим о ее и как плохо дорогими хорошо это дурно выглядит но это хорошо то есть вот всю дрянь что почки смогли они вот в эту жидкую фазу называемую вторичной мочой они все туда выкинули понимаете если как бы вы видите вот такое состояние вот это вот отработанной жидкости да но определенным я думаю что всех на определенную мысль это может навести на что то тут не так с организмом да помним ситуации и почки не справляются да какой у нас еще самый еще один такой мощный орган выводящий кожа и начинается у кого-то это почесуха кожный зуд до начинается какая-то сыпь непонятная начинается какие-то там у кого чего да там какие-то папилломки начинают расти да какие-то пятна пигментные начинают появляться это говорит о том что на кожу увеличилась токсическая нагрузка она может самой разной природы да это могут и свои недоработанные какие-то не переработанные вещи на кожу выходить да почему потому что если мы вот посмотрели анатомию до нашей кожи кожи имеет колоссальное количество кровеносных капилляров если бы мне не было столько капилляров мы бы всегда мерзли потому что когда холодно туда начинается огромный прибыв крови кожи ведь это еще наша согревающая структура и поскольку там вот много таких капилляров причем кожи с имеет достаточно многослойную структуру достаточно многослойно да вот выделение шлаков и токсинов происходит через кожу фактически в последнюю очередь когда организм гармоничен здоров он у него все органы системы выведения работают слаженно где-то человек приболел раз он там температурку организм поднял мы там водичку хорошо попили с потом вышло шлаки нормально по той железы хорошо сработали очень хорошо с потом выводится соли тяжелых металлов мы об этом помним поэтому замечательно вот все что у нас программе делаем и дает хороший эффект потоотделения да мы помним да это наши ванны всевозможные да это при каток мы лежим все чудесно мы потеем то есть счастлив тот человек который в состоянии потеть достаточно большой процент людей не потеют то есть у них из процесса выведения часть вот искать ресурсов выключена это уже более глубинный вопрос почему человек не потеет тут вот не все так конечно просто есть простые причины для этого есть очень сложные причины которые замыкаются на нейро гуморальной регуляции и там своя песня вот значит мы говорим о том что кожа тоже мощный орган выведения да и у нас остается дыхательная система дыхательная система так наше устроено мы вдыхаем воздух да и для того чтобы кислород из дыхаемого воздуха попал нашу кровь существует система альвеол да все мы знаем но к сожалению наши альвеолы ну в подавляющем своем большинстве находится спавшимся состоянии потому что никто из нас полноценно не умеет дышать да у нас дыхание поверхностное и альвеолы наши плохо вентилируется поэтому в системе детоксикации они вот в разлаженной системе детоксикации они как орган выведения я не имею ввиду углекислый газ вот сам газообмен да на которой настроенные функции хорошо отлажена да в системе детоксикации они так сказать подхватываются в последнюю очередь но мы не берем сейчас бронхолегочных больных там другой немножечко механизм да то есть вот уже так сказать когда все не срабатывать так как надо вдруг человек никогда никаких легочных заболеваний не было он здоров начинает кашлят появляется не пойми что то мокрота не мокрота вроде обследуют да делают всякие снимки все прочее все хорошо все нормально и лор посмотрела там томограмму сделаю все хорошо а человек вот подкашливает понимаете и почему объясню потому что через альвеола они не приспособлены для выведения как такового да не приспособлены но рефлекторно идет раздражение раздражение мы вот ощущаем вот этот кашель и мы не можем в нем разобраться и сброс идет через легкий как правило уже на том этапе когда готова какая-то аллергическая реакция какая-то аллергическая реакция на что-то то есть настолько и особенно если это флора тропная к дыхательной системе допустим да или же какой-то препарат который работает через или выводится или работает через систему дыхания да другие системы не справляются тогда идет вот такая реакция необъяснимо вот мы с вами разобрали все системы детоксикации кровь мы не рассматриваем потому что кровь это транспортная система да хотя она тоже как транспорт то есть как связующее звено между всеми системами детоксикации она очень важна да почему и врачи когда начинают говорить о детоксикации мы что слышим плазма ферреста гемосорбция да диализ там ультрафиолет облучение крови да там лазерное облучение крови то есть классическая медицина понимает что самый оптимальный для нее момент да это все как бы из крови изъять все что не нужно да да циркулирующие монокомплексы с помощью определенных методик до плазмферезы там не массовцы вот то есть они понимают что да это вот вот это их епархии значит они подключают почки отказали они через диализ профильтровали и все замечательно там ну это вот как бы мы не будем вот эти моменты рассматривать это это уже не нашел и до сюда мы уже не касаемся значит вот мы сейчас с вами разобрали вот этот вот весь каскад как у нас происходит сюда теперь значит конкретно давайте посмотрим на то напомните мне чтобы потом мы обсудили с вами периодичность очищения давайте сразу поговорим об этом как часто нужно чистить свой организм да вот вот такой вопрос допустим в нашей программе есть определенные схемы есть определенная последовательность но если вы обратили внимание каких-то вот таких четких схем четких сроков до четких каких-то там дозировок у нас нет это не просто так это не не недоработка программы а это некая такая такой диапазон в котором нужна индивидуальная коррекция программы детоксикации г почему потому что у кого то одна система dot-clixiss aone и не работает у кого то две системы детоксикации не работать до у кого-то три системы детоксикации не работает но у каждого своем да кого-то работает все нормально бури men вот значит это вот как бы по схемам теперь по срокам Значит, сроки. Мы должны понимать, то есть те люди, которые находятся под высокой эндогенной токсической нагрузкой, допустим, там сахарный диабет, почечная недостаточность, печеночная недостаточность, высокий фактор эндогенной токсической нагрузки, да, то есть высокий уровень эндотоксикоза. Другие люди находятся под внешним тяжелым токсическим воздействием, да, профессиональная вредность, допустим, там много принимают каких-то лекарственных препаратов, много метаболитов накапливается, да, или вот живут в очень неблагоприятной такой экологической обстановке, да, вот допустим, я когда была в городе Воскресенске, я когда увидела эту громадную гору вот отработанного шлама, там у них зовут по производству удобрений, и вокруг этой горы живут люди, вот дома, у них там огородики, колодцы, то есть они там живут, вот возле вот этой горы, которая прекрасненькая, она не закрыта ничем, то есть и дождичек, и снежок, и все это чудесненько, все это попадает, то есть это зона экологического бедствия, да, ну я думаю, и Магнитогорской, Челябинской, прочие наши регионы, где снег черный или там какой-то красный, да, понятно, то есть этим людям регулярно, каждые там, не знаю, полтора-два месяца нужно, так сказать, освобождаться, да, то есть все зависит от уровня токсической нагрузки, чем больше токсическая нагрузка, тем мы чаще проводим наши детоксикационные процедуры, вот, значит, теперь давайте подумаем над тем, все-таки систем много, да, с какой системы надо начинать, это очень важно, да, если, допустим, мы представим такое сравнение, да, то есть есть органы, которые являются как бы воротами нашего воведения, да, вовне, да, что это у нас? Кишечник, правильно? То есть это наша каловая масса, с ними из нас все выходит, да, правильно? Легкие, мы выдыхаем, да, мочевыводящие пути, кожа, да, вот такие четыре основных наших ворот, ну, как правильно сказать, выхода, вот, так сказать, зоны выхода, да, значит, вот тут мы сразу начинаем, каждый сам для себя, не доктор, вы сами, помоги себе сам, начинайте оценку состояния ваших, ваших, так сказать, ворот выводящих, да, вот смотрите, значит, начинаем первое, первое очередное на что? Кишечник, да, значит, страдающие запорами, ничего, ни о чем другом не думаем, да, даже сразу, как говорим, начинаем с чего? С кишечника, да, другая сторона вопроса, диарея, казалось бы, ну и так несет человек, куда же там чего чистить, да, мы подбираем уже здесь с индивидуальной коррекцией, определенные, так сказать, сорбенты, которые тоже прекрасно при диарее работают, то есть в любом случае, неважно, что у вас там, в любом случае, первое на что наши основные ворота, да, кишечник, вот здесь мы как бы уже приоритет, в любом случае, в любой вариации мы отдаем кишечник, всегда мы начинаем с вами работу с нашего любимого толстого кишечника, да, вариации, ну, тут уже, ну, их настолько много, да, вариации очищения, да, гидроколонотерапия, да, многие проходили эту процедуру, сугубо медицинская, всевозможные клизмы, да, всевозможные, и наши всеми любимые энтеросорбенты, да, ну, как во всем этом разобраться, здесь, опять же, мы должны исходить из функционального состояния нашего кишечника, да, чтобы оценить функциональное состояние нашего кишечника, что мы делаем, да, ну, каждый для себя понимает, значит, оценивая моторику, мы можем сказать, при запорах это гипомоторика, но есть понятие спастический калит, да, то есть кишечник склонный к спазму, мы его всегда оценим по сухому овечьему калу, да, вот, и понятие атонический калит, то есть когда кишечная стенка, ну, совсем плохо работает, да, то есть это когда нет-нет, и потом что-то такое бесформенное вываливается, непонятное, в конце-то концов, да, там, вот, значит, это вот для того, чтобы понимать и оценить моторику, да, бывает неустойчивая, так сказать, дисфункция толстого кишечника, когда то так, то эдак, то, как говорится, диарея, то запор, да, здесь тоже надо разбираться, ну, тут уже, как бы, индивидуально надо смотреть, чем вызывается запор и чем вызывается диарея, то есть для того, чтобы тоже суметь правильно подобрать тактику детоксикации, для кого-то это будет предпочтение отдаваться клизмам, допустим, да, для кого-то гиперосматическим, слабительным, которые работают как пылесос, это самый лучший вариант, начинать с этого, мы знаем, в нашей программе это наша любимая магнезия, да, вот, мы ее все знаем, все любим и все ей регулярно пользуемся, ну, и, конечно, самый такой щадящий, самый мягкий, это наши всевозможные природные интерсорбенты, да, это из морепродуктов, содержащих хитозан, это из пектин, содержащий все возможные, мы знаем, у нас и сорбектин, и пробаланс, да, вот, все, что вот из таких самых, таких, и пектин, вот, и у нас есть застерин, прекрасный интерсорбент, замечательный, содержит в себе ультрадисперсную такую фазу, которая всасывается в кровь и еще отрабатывает, так сказать, свое дело в крови, застерин, застерин, вот, то есть, как бы, у нас ассортимент богатейший в этом плане, вот, значит, мы это обговорим, когда до печени дойдем, пока у нас, как бы, кишечник, да, вот, значит, здесь мы более-менее, еще архиважный момент, потому что очень часто здесь мы, когда нарушается моторика кишечника, всегда развивается нарушение биоциноза кишечного, да, раньше была любимая, так сказать, фраза доктора дисбактериоз кишечный, теперь нам запретили говорить, никакого дисбактериоза, дескать, не бывает, да, все это выдумки, да, вот, как бы, ну, бывает повышенное содержание каких-то там микроорганизмов, ну, там, сейчас новый термин придумали, но нам, собственно говоря, не так важны термины, как важно, действительно, в каком состоянии наши микрофлоры кишечные, да, этот момент, безусловно, важный, поэтому без, на фоне приема пробиотиков сдавать анализ кала на дисбактериоз нельзя, то есть мы получим недостоверные данные, мы получим результаты такие, что там будет содержаться, та микрофлора, которую мы едим в препаратах, поэтому, прежде чем сдать анализ кала на дисбактериоз, вот, вы должны где-то хотя бы дня три побыть без пробиотиков, то есть препаратов, которые содержат определенную микрофлору, да, полезную для нашего кишечника, ну, и кефир в том числе, если он содержит пробиотическую какую-то микрофлору, да, да, естественно, чтобы вы понимали ваш статус, ваш кишечный статус по микрофлоре, и вот это вам, так сказать, вам подсказочка такая, конечно, там не полный спектр, безусловно, там не полный спектр, но в этом анализе можно увидеть патогенную микрофлору, которую вряд ли кто-то сможет вам, так сказать, удалить с помощью пробиотиков, здесь уже нужно определенные, так сказать, принимать уже энтеросептики, вот, есть бактерии, которые тоже борются, у нас есть такие препараты, Витом, очень хороший препарат, Витом-1, в этом плане хорошо, очень нам помогает, да, в аптечной сети есть тоже препараты, содержащие такую микрофлору, которая борется с патогенной микрофлорой, то есть в этом анализе вы увидите, вы патогенную микрофлору, в этом анализе вы можете увидеть, насколько правильно себя ведет условно-патогенная микрофлора, если она превышает определенное количество, для нас это тоже нехорошо, да, и в этом же анализе вы можете увидеть дефицит нормальной микрофлоры, то есть, если мало лактобактерий, вы понимаете, что какие бактерии надо попить, да, мало бифида, значит, вы эти бактерии будете пить, вот, то здесь, как бы, это показательно, еще один момент, который тоже важен для нормальной работы кишечника, это так называемая степень перевариваемости съеденной вашей пищи, она зависит от, так сказать, дефицита, если есть какой-то дефицит пищеварительных ферментов, да, то, значит, пища будет перевариваться плохо, недопереваренные остатки тоже являются токсичными, они могут выступать и в роли аллергенов, это тоже очень важно, поэтому, когда что-то происходит не так с кишечником, у нас есть старый, добрый анализ калонокопрограммы, это древний, это уже, я не знаю, там, я училась, он уже существовал, ну, я думаю, еще во времена, так сказать, наших корифеев от медицины, он уже тоже существовал, что мы видим, что мы можем определить по этому анализу, по этому анализу мы смотрим, как перевариваются белки, как перевариваются жиры, как перевариваются углеводы, соответствующие выводы делаем, да, то есть, каких ферментов у нас, какая недостаточность, то есть, вот, по вот этим, фактически-то, да, двум анализам и аналитической нашей работой, мы уже в состоянии оценить сами функцию нашего кишечника, да, и еще такой момент, значит, обращайте внимание, в конце анализа на капрограмму есть такой небольшой раздел гельминты, то есть, червячки всякие, да, может быть, случайная находка, хотя очень редко, но может что-то там и выплыть, да, типа там цисты лямбли, да, типа там острицы, там яйца аскорид, ну, такие вещи могут выплывать, вот, ну, редко, редко что-то, что-либо находят очень редко, как правило, уже когда какие-то симптомы сложные появляются, тогда врачи начинают задумываться о том, что может быть какая-то все-таки гельминтная инвазия у человека есть, да, ну, если кто-то очень, как бы, хочет что-то узнать, у нас существует замечательная иммунная панель на гельминтах, вот, то есть по крови смотрят иммуноглобулины G и M на разных гельминтах, и там уже можно, как бы, более конкретно чего-то сказать, вот, это такая достаточно информативная методика, спектр там и плоские черви, есть и круглые черви, на всякие там, на ленточных червей, вот такой анализ есть в лабораториях, он, как бы, достаточно рутинный. Вот, это иммуноферментный анализ по гельминтам, вот. Так, значит, про кишечник мы с вами проговорили, да, оценив состояние кишечника, вы уже подбираете, с какого метода вам начать, нужна ли хорошая, мощная очистка, да, нужна ли такая мягкая очистка, или совсем уж прям совсем щадящая, да, и еще такой момент, люди, которые страдают длительным запором, у которых в анализе есть так называемый неспецифический язвенный колит, да, вот здесь надо быть очень внимательным, очень аккуратным. Здесь, конечно, определенно только индивидуальная коррекция, потому что и такая же индивидуальная коррекция в случае обострения дивертикулита толстой кишки, да, вот, но это я как бы к сведению, просто чтобы, если кто-то будет смотреть нашу запись, чтобы они это учитывали, да, вот, образование всевозможное, кровоточащие полипы, у кого-то там, да, множественный полипоз кишечник, тоже требуется индивидуальной коррекции. Вот. Ну, опять же, когда мы сдаем анализ кала на программу, там есть раздел «Скрытая кровь», да, но он не всегда может быть достоверен, потому что там идет определение солей и железа, если, допустим, человек принимает препараты железа, да, или ест продукты, мясо, да, это же тоже продукт, богатый железом, значит, если уже быть достоверным, хотите достоверно получить результат анализа кала на скрытую кровь, то надо заблаговременно исключить из рациона все продукты, содержащие железо, и препараты лекарственные, которые тоже содержат железо. Вот тогда этот анализ становится достоверным. Что еще вас должно насторожить по вашему стулу? Значит, обилие слизи, примеси свежей чистой крови, да. Ну, я опускаю тему кровоточащего геморроя, да, анальных трещин, это может быть кровь. Но если у вас в стуле отмечается кровь без этих заболеваний, тогда, значит, надо идти и делать колоноскопию. Там или ректоромоноскопии, ну, неважно. Там уже доктор вам подскажет тактику в такой ситуации. Значит, ну, вот это, что касается кишечника, да. Вот это, значит, первый момент. Значит, вот мы с вами обсуждали весь этот каскад, да. Помним, что следующий после кишечника у нас с вами, что? Печень. 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 Потом лимфа. Потом. Сначала печень. От кишечника всю кровь фильтрует печень. Да, поэтому сейчас, да, мы сейчас, да, сейчас мы говорим о, значит, все-таки печень, да, поскольку мы вот кишечничек с вами разгрузили, да, значит, мы теперь же спокойно можем заниматься печенью, правильно? Значит, система очищения печени обязательно в себе подразумевает наш с вами всеми любимый энергетический ключик, наш желчный пузырь, да. Значит, первое, с чего мы начинаем оценивать, это не состояние нашей печени, а состояние желчного пузыря, да, чтобы мы понимали, можно ли мощно, да, всеми любимый народный способ с такой жесткий, это оливковое масло с лимонным соком, да, жестко, эффективно, но если видим воспаление желчного пузыря, да, камушки, то здесь уже надо думать, давать мощный желчегонный эффект или не давать, рисковать или не рисковать. Тут уже тоже вопрос такой, решается индивидуально, да. Ну, у нас есть много других травок всевозможных, да, наша любимая соляночка холмовая, мы все ее обожаем, мягенько, да, очень аккуратненько все мы это с вами делаем, это при наличии камней. Нет камней, пожалуйста, простор для вашего творчества. Хотите, значит, по схеме с аллахолом почиститься, да, хотите мощно, сульфат магния тоже очень хорошо будет в это, и для кишечника, и для печени, да. Вот, значит, здесь мы уже с вами и фишант подключим, безопасен нам абсолютно, это мы все знаем, да. Помним, что если есть проблемы с печенью, хотим мы того, не хотим, пятиразовое питание. Вот как нам нравится, не нравится, очень важно, очень важно обеспечить этот ритм для того, чтобы печеночный цикл был сохранен, потому что очень важно, такой у нас есть там компонент интергипатической циркуляции желчных кислот. К этой интергипатической циркуляции желчных кислот очень жестко подвязан наш липидный обмен. Вот, наш холестерин, всеми любимый. Борцов с холестерином у нас масса. Сейчас, конечно, вопрос такой дискуссионный, надо, не надо, да, нужно, не нужно с этим бороться. Ну, тут уж каждый сам для себя решит, нужно ему бороться или не нужно, да. Факторов за борьбу много, и факторов против этой борьбы тоже много. Но я думаю, что этому мы посвятим вообще отдельную тему нашу, да. Значит, печень, опять же, как нам оценить функцию печени и как нам оценить нагрузку, да. Значит, мы посмотрели состояние желчного пузыря, да. Есть камни, нет камня. Есть острое воспаление, нет острого воспаления. Первые два критерия. Да, это мы с вами что? Наши любимые УЗИ делаем, да. Любимые УЗИ органов брюшной полости, где оценивается состояние и желчного пузыря, и печени, да. Значит, что у нас там можно, можно услышать по печени от доктора, который проводит это исследование, да. Он, можно сказать, там, да, расширенные протоки, да, повышенная хогенная плотность, да. Ну, и в заключении скажут признаки жирового гипотоза, да, допустим, или признаки холестаза, ну, застой желчи в печени, да. То есть, как бы, здесь же опять же мы смотрим, есть признаки застой желчи, значит, мы знаем, что травками мы аккуратненько все это подчистим, все сделаем, наладим. Это не проблема. Нет. Почему? Мы сейчас еще дальше с вами будем говорить. У нас есть биохимический анализ крови. Он у нас, мы никогда его не исключаем. То есть, приступая к программе, вообще, да, по-хорошему, надо определиться с общим статусом. Ну, мы с вами, кстати, об этом где-то там в начале наших лекций говорили, да, что нужно проверить для того, чтобы оценить состояние своего организма, да. По каждой системе мы это с вами проговаривали. Сейчас, значит, мы о печени, да. Значит, это УЗИ органов брюшной полости и биохимический анализ крови. В биохимическом анализе крови что нам интересно? Нам интересен билирубин. Общий, прямой связанный, это уже вытекает из расчетной формулы. И ферменты. Печеночные ферменты, да, АСТ, АЛТ, гамма-ГТ, гамма-глютамин, транспептидаза. Значит, АСТ, АЛТ это более общие показатели. Они могут изменяться при неких, так сказать, процессах патологических происходящих в сердце, вот, происходящих в почках. Гамма-ГТ это чувствительный фермент к разрушению печеночных клеток. То есть на него мы обращаем, так сказать, особое внимание. Вот, значит, в принципе, для оценки функции печени, если там нет камушков, это вполне достаточно, если нет камушков в желчном пузыре. Вот для такой ориентировки, да. Мы исключаем холестаз, у нас нормальный, билирубин, и мы исключаем процесс разрушения печеночных клеток по печеночным ферментам. Это основные показатели. Соответственно, результатом этих показателей, да, мы понимаем, какую нагрузку можно дать при детоксикации печени нам. Вот. Это вот, это важно. Дальше мы идем. Дальше у нас идет лимфа, да. Как оценить состояние лимфатической системы нашей? Доктора оценивают как? Пальпаторно, то есть прощупывание лимфоузлов. У нас есть несколько групп лимфоузлов, которые доступны для пальпации. Пальпация – это прощупывание, да. Мы можем сами себе прощупать группу лимфоузлов, если мы начинаем, так сказать, сверху с головой, да. Это затылочные лимфатические узлы, это околоушные лимфатические узлы, это шейные лимфатические узлы, и крупные узелы лимфатические – это нижнечелюстные лимфоузлы, да. Сами для пальпации это очень доступно. Значит, когда мы пальпируем лимфоузлы, они должны быть подвижные, слегка плотные, но не жесткие, да, и безболезненные, и не увеличенные. Вот. Когда они не увеличены, их не визуально не видно, и как бы вы понимаете, что, опять же, паниковать, если увеличенный какой-то лимфоузел, и вы знаете, что у вас там хронический очаг инфекции, или вы там недавно регионарным оттоком какой-то орган там был воспален, это не так страшно. То есть вы просто за этим увеличенным лимфоузлом наблюдаете. То есть где-то в течение не менее двух недель, не более месяца, в норме лимфоузел возвращается к исходной форме, к исходным размерам. Вот. Значит, следующие у нас подмышечные лимфоузлы, доступные у нас для пальпации, да, и паховый лимфоузлы. Вот этого вполне достаточно. Вот. Значит, увеличение лимфоузлов в каком-нибудь регионе, да, будет нам говорить о том, что какой-то процесс идет в зоне лимфооттока, то есть оттуда, откуда притекает лимфа к нам, да. Вот. Мы об этом помним. Значит, если регионарно, скажем, если увеличенный подчелестной лимфоузел, шейный лимфоузл, соответственно, это зона головы, вот, подмышечные лимфоузлы, это зона верхней, это грудной клетки, зона лимфоузлы, соответственно, паховое лимфоузло, это зона ног и таз. Ну, так вот общего, грубо. Может быть, не так вот абсолютно правильно, но для нас этого вполне достаточно. Вполне достаточно. Значит, мы провели пальпацию этих лимфоузлов, да. Вот. Ситуация, когда лимфоузлы недоступны для пальпации, ну, допустим, там, тучные люди, ну, достаточно сложно, конечно, пропальпировать эти лимфоузлы, но, тем не менее, если есть воспалительный какой-то процесс, даже у тучных людей, это можно прощупать. Следующий момент лимфостаз – это отеки, да. Мы говорим про отеки. Особенно отеки ног, у некоторых бывает и рук, но это уже такие совсем уж прям, когда совсем уж все плохо. В основном, значит, поскольку лимфа у нас движется в противотоке, да, вот, и лимфа у нас очень четко завязана на венозной системе, да, потому что чем хуже работают вены, тем большее количество жидкости пропотевает в интерстиции, тем большее количество жидкости должно, так сказать, остаться в нагрузке на лимфатические сосуды, да, учитывая, что если еще и капилляры, там, болото, вот, значит, это у нас будет показатель ноги нашей, ноги, да, это самая нижняя точка, учитывая, что если мы находимся в вертикальном положении, да, отеки лимфатические, они очень плотные, жесткие, как резина, то есть, как вот достаточно плотно надутый футбольный мяч, вот, больше всего они уплотняются к вечеру, потому что мы находимся в вертикальном положении, к утру они значительно спадают, потому что в горизонтальном положении лимфоток улегчен намного, а если вы еще там ножки приподняли, то уже хорошо, вот, значит, это вот мы оцениваем состояние лимфатической системы, косвенно о нагрузке на лимфатическую систему, что может говорить? Частое обострение хронических заболеваний, да, потому что и вообще наличие хронических заболеваний тоже говорит о том, что нагрузка на лимфатическую систему будет большая, потому что когда мы начинаем бороться с инфекцией, соответственно, клеточки, которые пожирают бактерии, они не всегда могут переварить вот это то, чего они в себя набрали, и бактерии погибают, и наши макрофаги погибают, наши нейтрофилы, и получается некий, так сказать, склад трупов, да, и все это в лимфатической системе, то есть это уже как бы косвенно будет говорить о том, что лимфатическая система под нагрузкой. Что же делать в такой ситуации, когда мы знаем, да, что лимфу надо чистить, особенно если еще в плохом состоянии капилляра, да, сосуды, то есть здесь все, лимфатическая система, и помнишь, что вся лимфатическая система сбрасывается куда у нас опять? Опять же в кровь. У нас нет напрямую выхода наружу лимфатической системы. То есть через большой грудной проток... Кишечный проток? Нет, там немножко не так. Нет, лимфа через здоровую кишечню не сбрасывается. Нет. По системе лимфатических узлов и сосудов она поднимается вверх аж до большого грудного протока. Вот. И учитывая, что лимфатические сосуды, ну, практически, если говорить об их мышечной стенке, то это там даже намек на это какой-то такой вот даже и там нет. Вот. Там визинхимальная структура. Что получается? Что лимфе очень сложно добраться до точки выхода. А мы знаем, что у нас является сердцами, кроме нашего основного сердца. Мышцы. Вот мышцы являются насосами, которые помогают лимфе двигаться. Вот. И есть такое вот... Как это правильнее сказать? То есть обеспечивает движение лимфы вот именно сокращение мышц. Мышцы, да? То есть мы помним, что для этого мы что делаем? Всевозможные физические упражнения, да? Неплохо очень. Кто может себе позволить, да? Это вот прыжочки на маленьком батутике, верхней, сверхней. То есть вот это вот как бы сотрясание, такой дренажек лимфы. И наши все лимфы... Лимфодренажные чаи, да? И наш лидер, любимец, это лист черной смородины. Да? Всевозможных там вариациях, вариантах, все, что хотите, да? Добавляете к этому делу. То есть лимфа, вот ее, чтобы так вот очень хорошо чистить, ну, это как бы достаточно сложно. Но когда у них чисточки уводятся? В итоге все равно, естественно, естественно. Конечно, конечно. Безусловно. То есть если мы говорим, что вот мы чистим, да, там, ворота, да, это наша кожа, ну, кожа, понятно, что, да, у нас ванн, вариантов всяких, души, пожалуйста, комфортные температуры, кто какие, контрастные, да? Кожа, это если вы там два раза в день принимаете душ комфортной температуры, это уже замечательно. А если вы еще ванны тут подключаете, ну, вообще чудесно, да? Вот. Но желательно, конечно, все-таки избыточной нагрузки на кожу не давать, да? Ну, кожу мы сразу подключаем, да? Как мы начинаем программу, так водные процедуры, это у нас всегда, как говорится, все принято, да? И еще такой момент. Вот если мы говорим, вот интересный момент, да? Эппликаторы все в нашей программе, мы все пользуемся эппликаторами, да? Казалось бы, какое отношение имеет эппликатор к активации нашей вот детоксикации, да? Ну, на самом деле, самое-самое, что ни на есть прямое, да? Что делает нашим любимый эппликатор? Он снимает спазмы. Что такое спазм? Это когда мышца сократилась и не может расслабиться никак. Вот себе представляете, да? А если сократилась мышца сосудистой стенки, да, там, у нас же все артерии имеют в своем строении в стенке мышцы. Спазм. Да? Раз спазм, сосуд сжался, естественно, работа встала. Да? Вток встал. Мы пользуемся эппликатором. В зависимости от того, куда вы приложили эппликатор, рефлекторно спазмы вы снимаете, рефлекторно вы улучшаете кровоток. Соответственно, автоматически транспортная система заработала, детоксикация пошла хорошим полным ходом, да? То есть помним, что эппликатор – это не просто как бы что-то там, да? Вот это тоже очень важно. Потому что в итоге все равно, как бы мы с вами не старались, все равно без транспортной системы крови детоксикацию себе представить очень сложно. Хорошую, да? То есть помним, что сосудистая наша система – это очень, так сказать, важный фактор в нашей системе детоксикации. Так, о чем мы еще не поговорили из… Значит, давайте еще раз повторим. Порядок детоксикации. Значит, сначала мы открываем ворота, да? Это кожа, кишечник, легкие, да? Мочевыводящие органы. Потом мы уже вторым как бы этапом подключаем фильтры, да? Да? Это печень, это почки, это лимфа, по сути дела, да? Это тоже фильтр, это не ворота, не имеет выхода наружу. Печень тоже не имеет напрямую выхода наружу. Почки выход имеют все равно через мочевыводящую систему. Вот еще такой момент. Когда мы начинаем работать с почками, да, как фильтром, мы всегда должны оценить, насколько хорошо будет идти вывод мочи. Да, помним. Особенно это касается мужчин, потому что очень часто при аденомии предстательной железы, даже не при аденомии, а при гиперплазии, значит, ухудшается моча отток, да? У женщин при цистите, может быть, при уретрите, когда воспаление, когда идет отек, накапливается большое количество слизи, да? То есть, тоже могут быть проблемы. Песок тоже может создавать определенное затруднение для оттока мочи. Значит, еще такая ситуация. Очень много, очень часто мы слышим такое слово «нефроптоз». Наверное, кто делал УЗИ почек, может быть, слышали. То есть, опущение почки, да? Мы знаем, что почка у нас жестко не фиксирована. Она находится... То есть, она не прикреплена жестко к нашему телу. Она находится между двумя листками брюшины и заполнена рыхлой клетчаткой, как ватой. И это часто бывает как? Женщина начинает... Это мужчина резко худеть, а вот это у нас там не вата, а все-таки жировая ткань, клетчатка с содержанием жира. Это жир начинает из этих двух листочков уходить, и почка опускается вниз. Она выскальзывает из этого своего ложа. Что происходит? Мочеточник определенной длины, да? Он начинает извиваться. Да, почка села, и мочеточник начал приобретать некую извитость. Это тоже создает неблагоприятный фон для... То есть, ухудшается отток мочи. Всего лишь навсего нефрактоз, опущение почки. У некоторых это бывает после поднятия тяжести. Но и в норме у нас одна почка всегда справа может быть чуть ниже левой почки. Значит, мы должны оценить, у кого там структуры, может быть, после какие-то там спайки какие-то. Воспалительные процессы. То есть, это тоже надо учитывать. Потому что это чисто препятствует чисто механическому оттоку мочи, да? У кого-то проблемы со сфинктерами. То есть, с теми жомами, которые перекрывают отток мочи. Произвольные, непроизвольные. Тоже надо об этом помнить, да? Тут уже надо смотреть и решать проблему. Потому что если есть препятствие для оттока мочи, да, почка вырабатывает большое количество вторичной мочи, а вывести она не может. Что начинается? Начинается перерастяжение лоханок почечных, да? Начинается сжатие корково-мозгового вещества почек. Потому что почка же, она же орган, да? Моча начинает придавливать, да? Развивается гидрокаликоз и гидронефроз почки. Это так тоже не очень хорошо. И чтобы этого не спровоцировать, надо подумать, а как у меня моча? Хорошо отходит или плохо, да? Сделали УЗИ, уже надо делать УЗИ еще добавок мочевого пузыря. Но если у кого-то есть проблемы, кто-то там в анамнезе у кого-то хронические цистит, да, мочекаменная болезнь, были какие-то еще там вещи, какие-то оперативные вмешательства. То есть это тоже, об этом не стоит забывать. Так, значит, еще раз повторим. Порядок последовательность, да, это важно. То есть мы всегда, что первым делом, мы сначала открываем ворота, да, а потом уже запускаем наши в работу фильтры наши. Значит, если мы говорим о воротах, да, кишечник обязательно, да, следом за ним печень, потому что раз уж мы кишечник загрузили, значит, тут же надо подхватить печень, потому что разгруженный кишечник начинает более активно работать, да, и автоматически, как бы функционально мы нагружаем печень. Да, то было всасывание, так сказать, минимальное, а мы с вами кишечник почистили, ворсиночки все освободили, да, началась активация всего, а особенно если у нас неправильное питание, много токсинов в организме, то кишечник, он как губка начнет впитывать эти токсины. Соответственно, увеличится нагрузка опять на печень. Поэтому здесь мы, значит, кишечник, следующая печень, правильно? Мы его подтянули, все, пошло у нас работать, все, да, сброс пошел в большой круг, следующим этапом почки. Вот. А все остальное уже по мере ситуации уже все подтянется, лимфочка подтянется, значит, вы уже тут лимфодренажные травки подключите. Посмотрите, как кожу, ну, кожу мы с первого этапа, да, о коже мы говорим с самого начала. То есть кожу мы очищаем с самого-самого начала, поскольку это, ну, самая большая поверхность нашей, которая контактирует с внешней средой. Самая большая, да? Вот. Ванны, потения, все это замечательно. Вот. Вот, что я вам как бы вкратце вот так хотела сказать. То есть мы сейчас не вдаемся в подробности, да, что, чего и как. Это уже как бы отдельные темы, и тот, кто в программе уже у нас и в методичках это, и там на сайт наш зайдете, информации более чем достаточно. Вот. Как бы думаю, что вот на этом мы остановимся сегодня. Давайте сейчас у кого какие вопросы, я отвечу. Да, да, конечно. Как бы по-последнему, вот, если, допустим, у нас начинает работать хорошо кишечник. Так. Почему, в сути, для печени большая нагрузка, наоборот, объясню. Объясню. Когда у нас всасываются определенные продукты питания в кровь, да, они у нас неизбежно проходят печеночный цикл, да. А печень у нас не только органы детоксикации, она у нас еще большая синтетическая фабрика. Она синтезирует факторы крови, свертываемущие крови. Она синтезирует белки, она синтезирует липиды, она является колоссальным запасом гликогена. То есть это депо глюкозы, то есть это колоссальная фабрика. Если вам на завод вы работаете, вы знаете, что вам там привезли там 10 мешков того, 10 мешков того, 10 мешков третьих. А вам раз привезли 100 мешков. Вы тут уже будете бегать, чтобы у вас затаривания не было, будет здорово. Мешков не будет, потому что ведь они уже выгодены на кишечник. Мы говорим не о токсинах. Почему вторым этапом мы ставим печень? Потому что она не только убирает токсины. На нее функциональная нагрузка увеличилась. Почему? Потому что всасывание другое уже пойдет. А, другое всасывание? Всасывание, понимаете? Конечно. Конечно. А вы понимаете, когда мы кушаем, мы все равно же продолжаем продукты не очень качественные кушать, да? А кишечник у нас освободился. Он уже всасывающая способность, у него совершенно уже другая. Мы же все форзиночки-то прочистили. Конечно. Он и токсинчики будет неплохо всасывать из пищи. И питательные вещества, и печени надо работать будет очень-очень-очень шустренько. И особенно будьте внимательны те, кто постоянно какие-то препараты пьет. Помните, что, возможно, нужна будет коррекция дозировки. Особенно внимательно те, кто пьет сахароснижающие препараты. Потому что для диабетиков легче переживается гипергликемия, чем гипогликемия. Вот это важно помнить. То есть, если человек постоянно, допустим, колет инсулин, по определенной схеме, почистил кишечник, да? Обратил внимание, что как-то вот стало не то. Самочувствие изменилось, да? При стандартном питании, при стандартных препаратах, значит, надо обратить внимание. Возможно, нужна дозировка коррекции препаратов со снижением дозы. То есть, каждый имеет глюкометр, себе гликемический профиль проверил, ого, надо снижать. Сахара падает. Самое главное, не допускать больших перепадов сахаров. 2-3 единицы в миллимоль на литр, да? Еще ничего. А вот когда там идет размах с 10 до 2, ну, это очень-очень организмно тяжело. Если сахар... Нет, если сахар стабилен, ну, обычно всегда тот, кто страдает сахарным диабетом, полосочек имеет там штук 100 в запасе, да? По часам отследил. Нет, мы говорим, что всегда, всегда организм нам дает сигналы. Только кто-то на них обращает внимание, кто-то не обращает, понимаете? Кто-то... Вот. Да. А сигнал очень просто. Вот вы что-то испытываете, почему вот Алиса Васильевна сегодня началась с чего? С ощущений наших, да? Кто-то бездомно доктор назначил препараты, он их пьет, ему не важно, хорошо он себя чувствует, плохо. Ну, как же доктор-то назначил? Раз доктор назначил, ему виднее, что мне пить-то? Понимаете? А тут получается не так. Вот вы ощутили, допустим, если вы почувствовали как-то и вялость, и слабость наросла, и головная боль, и как-то вот и жажда усилилась, или наоборот, вот голова чумная стала. Обычно вот гипогликемия, она в первую очередь удаляет по нашему головному мозгу. Гипогликемия, да? Человек ее ощущает вот головой. Ну, диабетики знают, что такое состояние гипогликемии, это и дрожь в руках, и вялость, и слабость, и похолодание, и головокружение, все что угодно. Там симптоматика может быть очень... Изменилось состояние. Вот человек, находясь в определенном, даже не совсем здоровом состоянии, он привыкает к этому состоянию. И оно для него становится как бы некоторым таким гомеостазом, как бы нормой, да? Он приспосабливается функционировать в этом состоянии. Ему хорошо. Ну, относительно хорошо, да? То есть он выработал определенное стабильное качество жизни, да? Он ко всем своим вещам приспосабливается. И вдруг он чувствует, что состояние начинает меняться. Вот когда такое ощущение появляется, переменное состояние, значит, надо задуматься. Ага, пошли перемены. А где что и как? Что я могу отконтролировать в этих переменах, да? Кто-то там диурез, кто-то сахар, да? Кто-то еще что-то, кто-то давление, да? Ну, у каждого свои, так сказать, критерии оценки состояния по соответствующему заболеванию. Человек это делает сам, да? Вот. Вот на это надо обращать внимание. Еще какие вопросы? Ну вот, допустим, я уже как бы не с вами показала, вроде анализы вот прям много чего проходят. Угу, угу, угу. Угу, угу. А может быть связана с эндокринной системой, понимаете? Да. Ну вот как бы, да. Ну, во-первых, здесь, конечно, надо обратиться к доктору, да? К доктору. Самому вот оцени, выявить, что происходит с кожей. Ведь мы на коже имеем колоссальную микрофлору. Это у нас с вами и бактерии, и грибы, и простейшие. Там чего у нас только на коже нет. Но когда наш иммунитет в порядке, и мы, так сказать, соблюдаем определенные санитарно-гигиенические, так сказать, нормативы, да? С кожей все нормально. Но может быть и сосудистые ведь проявления, да? И нарушение функций сальных желез, и нарушение функций потовых желез. То есть ситуация, вот кожа, это вообще такой пласт еще врачами недооцененный. Он, с одной стороны, может быть как диагностическим критерием, а с другой стороны, он имеет право самостоятельно, так сказать, себя предъявлять как орган, как систему. Рецепторные нарушения по коже, там масса факторов, аллергии у нас бывают. Ведь мы в основном как бы обращаем на аллергию именно на кожную, да? Мы не понимаем, что субстрат аллергии – это кишечник наш, тонкий кишечник, это ворсинка тонкого кишечника. И когда какие-то продукты мы не перевариваем, мы не задумываемся, что это аллергия пищевая, да? Уже когда на кожу все это вылезет, да? Вот тогда мы говорим, или там бронхоспазм идет, вот это аллергия. А когда мы смотрим, что-то хорошо переварится, что-то плохо, и при этом вроде как бы все и кал нормальный, и ферментный состав нормальный, да? А что? А вот именно пищевая аллергия. Вот ведь вещь, вот кожа – это очень сложно. Вот кожа реально сложная. И к ней надо относиться, ей надо помогать. И потихонечку смотреть проявление, с чем связано то, что вы отмечаете на коже. Связано ли это с переутомлением, связано ли это с питанием, связано ли это с гормональными какими-то делами, понимаете? Связано ли это с каким-то стрессом, связано ли это с сосудом. Потому что кожа неизолирована. Если где-то какое-то проявление, ну вот, допустим, с проблемой с сосудами, да? Купероз, все мы знаем, проявляется на коже, особенно на коже лица. Что это проблема? Это сосуды, да? Или, допустим, там печеночные пятна на коже появились. Мы понимаем, что это печень, да? Какие-то папилломки. Мы уже тоже задумаемся. Они проверятся нам на вирус папиллома. То есть здесь очень с кожей все сложно. А с кожей непросто. А как-то старение делать. Ой, давайте мы вообще об этом говорить не будем. Нет, я просто с точки зрения, что... Кожи? Да. Ну, как сказать. Давайте так. Давайте так. И все вот это вот как-то. Нет, давайте так. Давайте не будем. Старение – это естественный, физиологический, здоровый процесс. Я, может, неправильно задавал. Нет. Как непрофессионал могу ответить? Ну, конечно, конечно. Да, все дело в том, что все, о чем сейчас говорила Елена Семеновна, имеет прямое отношение к старению. К замедлению старения. И более того, к снижению уровня накопления старого тела. Вот, 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 что... Ну, давайте так. Мы будем все-таки говорить о старении, как о естественном физиологическом процессе. Понимаете? Мы не будем все болячки списывать на старость. Понимаете? Объясню почему. Что главный наш критерий – это качество жизни. Вот, в любом случае, что бы вы ни делали, вы стремитесь к тому, чтобы сохранить достойное качество жизни. Старимся мы, не старимся. Это процесс, который мы... Он у нас генетически запрограммирован. Понимаете? Когда работает программа, она работает. Выключить мы ее можем только путем смерти. Она все равно будет работать. Другое дело, как мы будем этот процесс замедлять. Понимаете? Вот задачка. И стараться сохранить достойное качество жизни для каждого на свое. И как вот это качество жизни сохранить? Вот это задача. Начинаем с элементарного детоксикации. Мы, как говорится, вот в этом немножечко поднаторели. Мы тут уже можем своему организму помочь, чтобы замедлить процесс старения. Это... Я все время напоминаю. Смотрите. Три трактата о здоровье. Луиджи Карнарэ. Да, в 16-й век. Витальянец. Которому было суждено... Его прогнозировали, что он повред в 40 лет, а он умер в 105. То есть, дело в том, с какой скоростью этот процесс происходит. Поэтому мы не будем говорить о том, что все болезни от старости. Ну, глупо об этом говорить. Тогда мы можем 30-летним, который имеет весь этот букет, говорить, что он старый. Он не старый. Он просто имеет кучу болезней. Мы можем говорить про старика, который практически абсолютно здоров. Он старый. То есть, это разные категории. Мы не будем все в одну кучу смешивать. И старение – это не причина для болезни. Понимаете? Старость – это не причина болезни. Причина болезни в другом. Но не в старости. Старость – это может быть как отягощающий, как сопутствующий фактор, как некий фон, но не причина. Причина – некое состояние. Некий фактор. Совокупность факторов. А старение – это ну что ж, ну нет. Мы и так устроены. Это наша программа. Мы рождаемся. Первый день рождения – это первый день старения. Немножко развиваемся. Немножко развиваемся. Это с одной стороны. Часть наша развивается, часть умирает. Постоянно в нашем организме клетки умирают, 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 умирают. Понимаете? Вот, пока вы здесь сидите, вот сейчас. Как представьте себе, какое количество клеток у вас умерло? Ну и возобновило свое… Так что, спасибо на сегодня. Вопросов нет больше? Пожарите. Да, обязательно, обязательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.